МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелю, студии и працуя Александр Гамоля. Глядите вы этим выпуском. Господа на земле в Рыхионе подвели выники конкурса керавников сельско-господарших организаций. Не допустить расповсюживания инфекции, обмежевания в правилах выезда за мяжу, связанные с COVID-19, уступили усилу с этого дня. Объект с усветного узровня на лыжеролерной трассе у Якуболцы заявился штучный снег. А сейчас об этом и иншим больше подробезно. По инициативе областного агропромыслового союза все лето на Гомельчине в Першиню провели конкурс на звание лепшего керавника сельско-господаршей организации. Организаторы продугледили две номинации. Керавники со стажем до 5-ти годов извыше этого термина. Первое место присуджено отповедно директору открытого акционерного товариства Дубовица Кармянского района Галине Касчеевой и директору совгаза комбината ЗАРА Мазырского района Олегу Сленько. В уголе у каждой номинации по три призовые места. Еще девять человек отримали звание лауреатов. Одну из лепших господарок в области наведали наши корреспонденты. Кожный працевный день у директора акционерного товариства Тихиничжи починается с проведения планерки. Сельгаз-продприемство в Рогачевском районе не самая маленькая, тому потребует постоянной уваги с боку керавництва и специалистов. Правда, неких значных проблем у господарцы нема, а калиняшты узникая, то одразу выращается. Собираем своих специалистов. Собираю, если есть какая-то проблема, мы ее озвучиваем. Сразу находим пути выхода из данной ситуации. На сегодняшний день никаких проблем предприятия нет. Начальник молочно-товарного комплексу Любов Лысенко шесть годов тому переехала в Беларусь з Украины, а пошний час працуя у тихийнишых. З уликом того, что мясо молочный на керунок приносит сельгаз-продприемству 80% вырушки, в этой галине повышенная увага. Моцная экономика дозволяя не только створать для працующих належные умовы, але и выплачивать нядренную зарплату. В этом году и она перевысит 1050 рублей. Я работала в предыдущем хозяйстве, где было очень много проблем. И если мне сравнить свое на сегодняшний день хозяйство Тихийничи, то иногда мне кажется, что тут вообще нет проблем, не существует. Насколько оно все слажено, отработана система. То есть это человек, который всегда пробует внедрять что-то новое, подкупает то, что он не боится этого, то, что он целеустремленно к этому идет. А мы у него, как у Бога, за пазухой. Акционерное товариство Тихийничи Юрий Васильцов у начальника два года. По выниках конкурсу он занял у своей номинации другое место. Улечывалось все от экономических поспехов до культуры в творчестве и отсутности фактов травматизма. Что ты же с Тихийничи тут, саправды есть шим похвалиться. В этом году тут навыд открыли линью по творчеству яблышного сока, что дозволило не только рационально выкаристовывать садовину, але и отримливать еще и недренный прибыток. В общем, подначальные кажутся об своим директоре, как человеку господарливым, часом мягчым и строгим, а лезавсюды справедливым. На работе мы должны работать, а в быту мы должны просто жить и отдыхать. А в плане наказания, то кого-то необходимо наказать ежедневно, кого-то необходимо и похвалить, дать какую-то благодарность, выписать какую-то премию. Идея областного агропромыслового союза проведения конкурса лепших керавников сельско-господарших предприемствов знайшла подтримку у старшинной облаканкама Геннадия Соловья. Аудил у ее практичной реализации приняли областный комитет по сельской господарции Харшавани и областный Галиновый профсоюз. Как ожидается, узнагароживание переможцев и лауреатов конкурсу отбудется на наступном тыдне. Оценить по достоинству их труд, потому что мы привыкли к тому, что животновода, доярку, механизатора награждают все время. А вот человек, который организовал успех этих людей, они обычно остаются в тени. Это руководители. И вот с этой целью мы проводим этот смотр-конкурс на лучшего руководителя, чтобы еще раз подчеркнуть, что роль руководителя ни в коей мере не умаляется, от нее зависит очень многое. Наземным транспортом Нельга поветранным можно. С сегодняшнего дня у Беларуси уведенная часовая заборона на выезд праздноземные пункты пропуску. Причина недопущения распаусюдживания коронавируса. Подробязный алгоритм Держпогранкомитет разместил на своем сайте у особной в оклаце. Обмежевания будут денежать у автодорожных и чугуночных пунктов пропуску, а так само рачных портах. Заборона не распаусюдживается на особ с дипломатичными и службовыми пашпортами, официйные делегации, водителям международных автомобильных перевозок, экипажи поветранных и морских судов, техниковые бригады и некоторые инши категории. Есть выпадки, при каких мяжу можно будет пересекать по уважливых причинах. Это поведомление об тяжкой хворобе ци смерти родных, мужа ци жонки. Так само можно выехать для отримания меддопомоги при предъявлении документов, які подтверджают мэту поездки. Выключение продугреджено и для особных категорий работников и навученцев суседних краин. Выезд на учебу, працу, а так само тем, кто маявит на жихарство за мяжой, будет дозволено не частей, чем раз у полгода. Прасповетранные пункты пропуску для замежных и белорусских грамадян выезд не обмежаваны, але махшим и неранейшим прасдесятидённый термин самоизоляция. Жилёва коммунальная господарка. Адеге зладженной работы залежить наш комфорт и добробыт. Але капусё працавала бесперобойна, галена патрабоя материального забеспячения. На жаль, не у всех это разумеют. Тому дозволяют себе платить за коммунальные послуги несвоечасово, альбо не платить у вогуле. Че есть у этого оправдания, и чем такое ставление погражая неплательшикам подрабязнасти в наступном сюжете. Любовь Вячеславовна, долг у вас, вы в курсе? Я знаю. Когда оплачивать собираетесь? А сколько там много? Тут шесть месяцев. Обмежавать особистые взносины у гэтой працы не отрымливается навод в аумовых пандемии. Специалисты развлекого доведочного центра своих клиентов вымышены ведать особиста. По-иншему спагнать сдауги просто не отрымается. Гэты дом побудовали у 2017-м, и тут есть же хары, які из моменту заселения коммунальные послуги не оплачивали ясше ни разу. Однако усиличбы односные. У наступной госпады недоуг уже перевалив за 500 рублёв. У меня в данный момент на обеспечение 8 детей. Я нахожусь в секретном отпуске по уходу за инвалидом. Получается, вот так вот мне не хватает. У кожной кватеры своя гисторая. Але для разумения на початок листопада у Беларуси наличивалось 450 тысяч таких гисторий с протерменованной запозычностью. Беларусы недоплатили поставщикам коммунальных послуг 33 миллиона рублёв. Приходите в магазин, покупаете хлеб. Вы же не говорите о том, что денюжку я заплачу потом, когда отправлю детей в школу или отмечу Новый год. Вы хлеб купили к столу. Также и коммунальные услуги. Это та же самая услуга. Это тот же самый хлеб. Это тот же товар, который предоставляется вам, за который надо платить. То, что нам не платят за коммунальные услуги, вгоняет наши предприятия в очень большие долги. На предприятиях работают люди, которым тоже надо выплачивать заработную плату. И наши предприятия вынуждены брать кредитные средства в банке, чтобы заплатить зарплату своим работникам. И при этом несут убытки в виде процентов за эти кредиты. Каля половы проторминованных запазышенностей, это долги до трех месяцев. Верогодность того, что эти рахунки будут заплачены, довольно высокая. Аля, маль, каждый третий должник не платит за коммунальные услуги больше, как год. Миновата на эту категорию приходится и львинная доля с тех самых 33 миллионов. Вы оплачивать когда собираетесь? Хоть какими-то частями? Буду оплачивать. Когда будете? Долг больше трех лет. Платежей нет. У меня все справки есть, то, что я находился в воздухе. Я понимаю, что вы находились в каком году? В 19-м, уже 20-й к концу подходят. Закон дозволяет зарабить их эту працу чисто механичной. Аля, подыход до людей все же индивидуальный. Первым запустить удеяние у весь механизм обовязково повинна отбыться особистая уторка. Уговариваем даже тем, что помогаем потом собрать документы на списание пени. То есть от них достаточно просто прийти в РСЦ, написать заявление. Все необходимые документы дальше мы соберем путем запросов. И вот как бы, ну, кто-то на это соглашается, потому что суммы пени у многих космические. То есть там не 500 рублей, доходит и 1000, 2 и 3. И поэтому как бы стимул для оплат есть всегда. Коли сила пероконания не працуя, деючее законодавство продуглеживает целый арсенал мер. Отключение водозабеспечения, заборона выезду за мяжу, до погашения запозыщенности суд может обмеживать право неплательщика на кирование автомобилем, водными судами, на полевание и наводкористание мобильной сувязью. И на реште должник может зусим позбавиться жилья. Миколай Скинцаян, телерадо и компания Гомель. Три ночи и четыре дни працы. На лыжа-роллерной трассе у Якубовца у Гомель з'явился снег. Зимовый антураж створили при допомозе снегогенераторов. Пакуль, придатными для катания, на лыжах зарабили 400 метров. У планах зашнежить всю трассу. Подробязности. У Максима Савина. Первыми зимовое покрытие оценили выхованцы Центра Олимпийского резерва по веслярных видах спорта и биатлоне. Миновата для их у первую чергу и створали снежное покрово. Зараз тренировки юных биатлонистов стали полновартосными. Стролковую подрыхтовку сумершают с удосконалением лыжного ходу. В прошлом году успели поездить, но так как снега было мало, то катались только на равнине. Сейчас довольно удобно. Больше снега и больше пространства ездить. Очень интересно сейчас, когда мы едем и устаем и на этом же дыхании нам надо отстрелять. Аматоры так само за довольнением переодолевать круг за кругом по свежим снезе отзначают. Трасса подрыхтована на высоком узровне, но пошние годы зимы были малоснежные. У пошуках придатного покрытия для занятка любимым видом спорта приходилось ездить в Минск. Зараз такой необходности не будет. Для Гомеля, для нашего юго-восточного региона это просто супер. Мы все время каждую зиму ездили в Минск по выходным. Старались где-то постоять на снегу, потому что, видите, какие у нас зимы. Снега нет, а если есть, то его очень мало. А катаемся по неподготовленным трассам, на хороших лыжах не покатаешься. Поэтому об этом только мечтали. Для створения штучного снега необходимы отменные температуры и низкая вильготность. Когда умовы на дворе стали придатными, снегогенераторы начали працевать без перепынку. На то, как было открывать трассу долженея маль 400 метров у супрацовника МЦА распотребилось три ночи и четыре дни. Утрамбовывали снег с допомогой специального транспортного сродку Нератрака. В ближайших планах створить снежное покрытие на всей протяглости лыжероллерной трассы. Чекают столько придатного на дворе. Все готовы, рука на пульсе. Как только уходим в минус, это независимо день, ночь, независимо от времени суток. Мы в любой момент готовы включиться и продолжать начатое. Тягу снежня покататься на лыжах на лыжероллерной трассе можно бесплатно. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». Сбирать живые успамины. У гомельским машинобудовничьим колледжи сегодня прошел открытый диалог «Суюсь поколений». Новоченцы погутрили с активистами Белорусского Республиканского Союза молоди об громадянско-патриотичном выховании. Новоченцы, которые собрались на встречу, щиро отгукнулися на призыв БРСМ больше активно удельничать в патриотичных мероприемствах. И они кажут, что такие акции, а так само гутерки с ветеранами, это память, которая останется зими на завжды. Я все же хочу сказать людям, которые, ну, молодежи, чтобы они вправду чаще виделись ветеранами, потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше. То есть, я понимаю, никому сейчас неинтересна вот эта война, но извиняйте, а если война настанет еще одна, третьими ранее, дай бог. Что люди будут делать? Они не знают. Для этого надо учить историю, чтобы не повторять ошибок прошлых войн. Старт проекта «Суюсь поколений» был даден и ты день тому. Мероприемствы проходят у разных кутках краины. И они складаются с двух этапов диалогу и митингу-реквиему. Финальный для нашего региона аккорд запланованный на 23-го Снежня. В этот день митинг отбудется на Аллее Героев. И он будет вельми видовищным. В память о бахвярах фашизму одночасово запалять колядь з юг сотня лампадок. Познай, Беларусь! У Минска подведены выники национальной туристичной премии. Все лето на престижном профессийном конкурсе у Гомельской области небывалый урожай у Знагород. Экскурсоводом года Беларуси признана Гомельчанка Рамуальда Милашевская. У номинации музея и забавляльные объекты перамога у Ветховского музея староверства беларуских традиций имя Федора Шклярова. Дипломантами конкурса стали управление спорту и туризму Абулвы Конкама, предприемство Беларусь-Нафта, телерадиокомпания Гомель, газета Маяк, Гомельский палацово-парковый ансамбль. Экскурсовод Виктория Заяц и предприемник Петр Филон. Час судов и выконание жаданям. У Гомельским автомеханичным колледжи пройшла доброчинная новогодняя акция. На ЯЕ запросили ребят из Василевицка из специальной школы-интерната. Наглядяши на то, что усеяны мают порушение зроку, активно займаются спортом. Гэтаяны продемонстровали подчас товарысского матчу с волонтерами от Рада «Открытое сердце» Гумсельмаша и депутатами городского совета. Дети не уступали в майстерстве дорослым. Наши ребята с особенностями по зрению, они тоже занимаются спортом. И у них футбол есть только он интуитивный называется. То есть они играют с закрытыми глазами, завязанными специальными, заклеивают пластырем и одевают повязку, чтобы без зрения было те у которых остаток, чтобы они были на одном уровне. И значит у них мяч со звенящими колокольчиками внутри, и они ориентируются на звук. После матча у хлопцев очакали новогодние подарунки и футбольный мяч с автографами гульцов. А кроме того, Василевицкая школа-интернат отримала сертификат на набуте гукового информатора, который разместит на будинку установы. Так наученцам с порушениями сроку будет больше заушно приходить на занятки. Допомогали у доброчинном сбору сродков супрационники Гомсельмаша. Скоро Новый год. Самый прекрасный из праздников в этом году. Его любят и взрослые и дети. Но дети его больше любят из-за того, что в этот день могут исполниться их мечтания. Ну а взрослых эти мечтания нужно превращать в реальность. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех амельчан с праздником Нового года, с Рождеством. Пусть обходят все их беды, все болезни. С Новым годом! Зимовые корунки. У Гомельским областным центром народной творчести можно познайомиться с мастатством вытянанки. Святочную экспозицию подрихтовали майстри из разных кутков Гомельщины. В экспозиции авторские новогодние панно и паштовки выполнены у техницы вытянанки. Гэто ажурный узор выразен из белой черной тиколяровой паперы. Узникнение вытянанки у Беларуси связывается с развитием промысловой вытворчасти паперы и датуется 14-м ста годзем. Зараз дизайнеры и оформители выкористовывают яея к технику графичного мастатства для оформления книг, плакатов, паштовок и календаров. До того, что в побуте беларусов заховалась традиция выразания снежинок с паперы для упрыгоживания в окнах до новогодних святов. Дополнили выставы выробы майстрыхи Галины Ковалевой, сурветки, абрусы и шали, связанные с пиццами або крючком. У Беларуси начинается соправдная зима. Циклон Грета, який идет до нас в заходной Европе, принесе холодное ветерное надворье и опадки. У автора Кисераду в Гомельской области похолодает у день до минус трех градусов, мягчимый снег, завея эмоционный ветер. Уча сферы пятницу будет мокрый снег и дожжи. Что тышится в выходных, то в Беларусь пошнет поступать холодный ветер повношенных широт, тому температура снова понизится. Это иншая новинная информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. До встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Свыше 350 литров спиртного выявили правоохранители у жителя Мозырского района. В ходе отработки появившейся информации сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями вышли на след мужчины, у которого хранился нелегальный алкоголь. В момент, когда милиционеры нагрянули с визитом, хозяин подворья перекладывал канистры со спиртосодержащей жидкостью из хозпостройки в автомобиль. Правоохранители начали разбирательство и осмотрели помещение. В постройке было обнаружено 220 литров расфасованной спиртной продукции. Дома также оказалось немалое количество алкоголя. 129 бутылок брендов различных наименований не имели акцизных марок Республики Беларусь. Объем составил более 110 литров. Вся спиртосодержащая продукция изъято в отношении 41-летнего мазырянина начат административный процесс. А в Добружском районе у местного жителя правоохранители изъяли самодельный пистолет. О том, что 53-летний житель Дубровки хранит незарегистрированное огнестрельное оружие стало известно пограничникам из войсковой части 1242. Деревня находится недалеко от белорусско-украинской границы. При проверке мужчина пояснил, что свою самоделку он давно выбросил, однако находился патрон. Согласно заключению эксперта, пистолет изготовлен из металлических деталей преимущественно хозяйственно-бытового назначения и является гладкоствольным огнестрельным оружием калибра 6,7 мм. Пригоден для стрельбы методом раздельного заряжания. Возбуждено уголовное дело. Сегодня ночью в Светлогорском районе в огне погиб мужчина. Предположительная причина пожара, по мнению спасателей, непотушенная сигарета. Около полуночи в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в агрогородке Николаевка горит жилой дом. В нем проживал 31-летний мужчина. По прибытию к месту вызова наблюдалось открытое горение кровли жилого дома и сарая. При разборке обрушившихся строительных конструкций было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина домовладения. Со слов соседей мужчина характеризовался положительно, спиртными напитками не злоупотреблял. В результате пожара дом и сарай уничтожены полностью. Также на Светлогорской земле в субботу произошло еще одно несчастье. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП. Авария произошла около 7 вечера на автодороге Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. Водитель автомобиля «Мерседес», не приняв меры по снижению скорости, совершил наезд на остановившись у края проезжей части автомобиль «Урал». Водитель грузового транспортного средства, увидев на проезжей части человека, принял решение остановиться для оказания ему необходимой помощи. В результате происшествия 32-летняя девушка пассажир «Мерседеса», находившаяся на переднем сидении, погибла на месте, а водитель и два пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Первая дуэль за Гомелем в женском гонбольном чемпионате наконец-то состоялась встреча лидеров. Прошла она в нашем областном центре. Первое противостояние дружин Тома Жачатера и Константина Шароварова пришлось ждать на два месяца дольше, чем было запланировано в первоначальном варианте календаря. Коронавирусные пертурбации сдвинули матч с октября на декабрь. Во многом отчетная встреча была похожа на кубковый финал, который команды сыграли в конце августа в Жлобине. До середины первого тайма игра была равна и после экватора гомельчанки начали уходить в аторы, в который к перерыву вылился в приличные плюс семь. 18-11. Как показывает практика очных поединков Гомеля и Политеха, такой гандикап далеко не всегда гарантия победы, что и продемонстрировали команды наглядно после возвращения из раздевалок. Хозяйская атака потеряла остроту, а дисциплинированная до этого защита дрогнула под напором минчанок. В итоге к середине второго тайма от преимущества команды Тома Жичаттер осталось всего два гола. Правда, ближе соперниц гомельчанки не подпустили. Есть такие спады в игре в втором тайме, но все равно я потом, когда видел, нет сил в нападении, потому что проблемы были в нападении. Нет скорости мяча и скорости движения. Игроки бинты у нас спокойно устанавливали, поэтому я сказал, защита и бежать в отрыв или быстрый центр. Но сделали два-три отрыва, опять пришли на ногу к себе и получилось. Устояв критический момент, гомельчанки вновь прибрали нити игры в свои руки, увеличив отрыв до четырех голов. Еще один повод поволноваться у гомельских болельщиков появился менее чем за пять минут до финальной сирены. Сразу две гомельчанки получили двухминутное удаление. Хозяйки вновь не дрогнули и не позволили соперницам сократить отставание. Наоборот, в оставшиеся минуты отрыв вырос до семи голов. 29-22. Очень рада, что мы победили, потому что это была ответственная очень для нас игра. Я рада, благодарна команде в первую очередь за отдачу, что все боролись, дух командный. После пару наших неудачных перед этим игр мы собрались, доказали, что мы команда, выполнили установку тренера. Самое главное боролись в защите. В нападении еще не все получается, потому что я еще не совсем сыгранная с командой. Но будем над этим работать. Я думаю, что впереди нас ждет только лучшие результаты. Все равно молодцы. Я же после игры с Гродно сказал, что надо поработать немножко в нападении, но это было видно. В переноте мы очень хорошо справились с всеми комбинациями. Была скорость мяча, скорость броска на ворота, поэтому пока сейчас нас ждут еще две игры. И потом надо устанавливаться в этой игроке, которые болели из-за коронавируса. До нового года Гомель проведет еще два поединка против сборной 2004 24 декабря на выезде и 27 декабря дома против звезды. Гомель-2 продолжает подниматься в турнирной таблице мужского гонбольного чемпионата страны во втором дивизионе. Команда Сергея Цыганкова на домашнем паркете была сильнее фарма Могилевского Машеке 30-29. После этой победы гомельчане поднялись в тройку лучших команд чемпионата. Встреча лидеров в очередной игровой день чемпионата страны по хоккею в экстралиге Гомель ждет в гости столичную юность. Игра состоится завтра на арене гомельского ледового дворца начало в 19.30. В турнирной таблице у соперников равное количество набранных баллов, однако у минчан игра в запасе. В 19.00 в Жлобине начнется противостояние Металлургам и Солигорского Шахтера. Столевары сейчас располагаются на пятом месте Горники на третьем. С новостями Спортова ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова